Здравствуйте! Всех приветствую на своём канале, всех приветствую в нашей школе будущего. И сегодня я хочу с вами продолжить рубрику «Царь грядёт» и хочу поговорить с вами о царе и об эзотерике. Очень интересная у нас получается рубрика и просмотры достойные, и аудитория хорошая, и темы серьёзные. Поэтому я думаю, что если не хотите заповеди изучать, значит будем изучать заповеди с царём. По-другому как-то не получается. Итак, я хочу сегодня вам рассказать об одном пророчестве. Это пророчество гуляет активно в интернете, и вы все его смотрели неоднократно. Я сейчас зачитаю вам строчки этого пророчества. И дело в том, что вот эта цитата, она там в этом видеоматериале представлена дважды. И представлена от слов Ванги. Но я думаю, что вот в одном случае действительно это были слова Ванги, а вот во втором случае её откорректировали, то есть добавили приписочку. И благодаря этой приписочке у нас появилось просто огромное множество эзотерических царей. И девочки у нас, которые гадают на Таро, стали позиционировать царя как эзотерика, как мага, который должен заниматься его собственством. И слоник, и мышка. Все там у вас вот такие вот колдуны и волшебники, и все должны изучить эти знания. Мои дорогие, ничего не получится. Читаю вам эту цитату. Итак, новый человек под знаком нового учения появится в России. Мудрец и эзотерик. И он будет править Россию всю жизнь. Ну вот смотрите, новый человек под знаком нового учения явится в России. А вот эти строчки мы зачитаем в следующем видеоматериале и разберемся, что это за учение. Нас интересует строчка мудрец и эзотерик. Ну, конечно хочется, чтобы царь был мудрым, но я теперь хочу с вами поговорить об эзотерике. Вот с эзотерикой никак не получится. Вы должны понимать, что такое эзотерика. Что относится к эзотерике? Эзотерика это мистическая наука. Туда у нас относится алхимия, оккультная астрология, магия черная и белая, психология, которая используется, значит, с практикой в виде гипноза. Туда относятся каббалисты всевозможные, те люди, которые проповедуют урантию. Вот это как раз девочки, которые гадают на Таро, на картах, на обычных, по облакам. Короче, всевозможные прорицатели, гадалки и всякая вот эта вот эзотерическая масса, которая присутствует достаточно активно на Ютубе. И мне хочется сказать, что все это запрещено текстами Священного Писания. И если тексты Священного Писания вообще, в принципе, это запрещают, мы, конечно, запретить вам этого не можем. Ну, есть воля Бога, и вы вольны тоже. Вы сами выбираете тот путь, который выбираете, ну, вы просто должны определиться. Либо вы с Богом, либо вы с нечистью. Я думаю, что все-таки царь, который придет, и он будет не только проповедовать вот это вот новое учение, он будет царем от Бога, и он, ясное дело, не будет связан вот с этой нечистой силой ни в коем случае. Сейчас я вам буду вот это все доказывать при помощи текстов Нострадамуса, поскольку вы не верите тем цитатам, которые у нас есть в Библии. Я вам неоднократно уже говорила об эзотерике. Просто в Библии нет понятия эзотерика, это в более поздний период появилось это слово, но там говорится о том, что нельзя гадать, нельзя слушать прорицателей, нельзя заниматься колдовством, все это мерзость. И говорится о том, что те народы, которые будут этим заниматься, они будут уничтожены. Если вы хотите, чтобы народ России был уничтожен, продолжайте этим заниматься. Я думаю, что народ России должен против вас уже начать возмущаться. Но, к сожалению, мы продолжаем смотреть эту всю мерзость. И я вас предупреждаю, мои дорогие подписчики, я знаю, кто посещает эти каналы. Я буду вас блокировать. Вы должны все-таки тоже определиться, на какой вы стороне. На стороне Бога или на стороне нечистой силы. Итак, теперь я буду при помощи Катренов Нострадамуса доказывать то, что эзотерик, царь, недопустим. Центурия шестая, Катрен сотый. Удивительный Катрен. Вот все Катрены почему-то на французском, а этот Катрен на латыни. Вы не кажетесь, не кажется вам, что здесь двойной намек. Намек номер один. Его должен прочитать славянин, поскольку для славян латынь достаточно легкий текст. Во-вторых, если на латыни, значит кому послание, понятно, что славянам. И мы должны понимать, что все эти тексты, которые есть, они действительно обращены к народу России. И мы должны оценивать их правильно. Мы должны ценить эту информацию. Пусть все читающие этот стих задумаются над его смыслом. Пусть не читают его темные толпа и неучи. То есть невежно даже не лезьте к текстам Нострадамуса. Меня, кстати, многие сейчас, цари, начали упрекать в том, что я какую-то информацию доношу до вас. Эту информацию якобы царь должен донести. Рейте богу царей. Рассказывайте сколько хотите. У вас есть свои каналы. У меня есть моя информация. Я доношу свою истину на своем канале. Поэтому никаких обидок быть не может. Итак, пусть не читает его темная толпа и неучи. Все вы, глупые астрологи и варвары, прочь от моего стиха. Вот здесь вот, под варварами, глупыми астрологами, подразумеваются оккультные астрологи. И сразу идет намек на всех представителей эзотерики. Тот, кто не относится к черни, пусть будет проповедником. То есть, кто может проповедовать? Только человек, который не относится вот к этой черни, к эзотерикам. Но здесь же есть слово ритуал. Я не знаю, либо завуалировал текст так сам Нострадамус, либо кто-то внес корректировку. Для чего? Для того, чтобы затем вот именно появился царь эзотерик. И это ни в коем случае недопустимо. Поскольку ритуалы у нас, как правило, колдовские, магические. И все это запрещено писаниями. И девочки, которые гадают на картах, ни в коем случае вы не имеете права интерпретировать заповеди или тексты Библии при помощи карт Таро. Поскольку ваши карты, они никак не могут быть сопоставимы со священными писаниями. Нечистая сила и Бог – это очень далекие понятия. Хотя вроде как все это в одном, да? Но нужно избавиться от этой нечисти. А вы ее поддерживаете. Поддерживайте ее жизнедеятельность вот этой своей проповеднической работой. Так что, дорогие цари-эзотерики, уже из этой цитаты понятно, что удачи вам не видать, можете снимать короны. И вот дальше у нас письмо Нострадамуса к сыну Цезарю. И еще прошу, сын мой, никогда не трать свой разум на бесплодные мечтания и суетные занятия, которые иссушают тело и ввергают в погибель душу, бессмысленно раздражая чувства. Вот когда вы слушаете всевозможные гадания, когда вы слушаете прорицателей, которые в амбалтологии занимаются, вы как раз занимаетесь безделием. Лучше бы книги честно почитали. Здесь вот следующая цитата очень хорошая. «Тщеславие магии давно уже подвергнут осуждению священным писаниям». Прямым текстом сказано, магия запрещена священным писанием. Однако законная астрология не входит в число запретных занятий. С ее помощью, а также благодаря божественному откровению, путем длительных расчетов, мы смогли занести на бумагу эти предсказания. Как он делал предсказания? Он хорошо знал текстописания, он мог использовать цифры Библии для того, чтобы проецировать события, то есть описывать события будущего. При этом еще используя те астрономические, астрологические прогнозы, астрологические именно прогнозы, которые он делал собственноручно. Итак, читая дальше. «И все же, хоть это оккультная философия, здесь речь идет не просто об оккультной философии, а об оккультной астрологии, в скобочках занятия астрологии, и не осуждается, мне бы хотелось, чтобы ты не столкнулся с ее развращающими соблазнами». То есть здесь прямым текстом сказано, не занимайтесь оккультной астрологией, это развращающий соблазн. И здесь намек идет на всю эзотерическую систему. «У меня было много книг, тайно хранимых долгие века, но опасаясь, чтобы в будущем никто не употребил эти знания во вред, я предал их вулкану, принес в жертву». То есть он взял и сжег вот эти все книги. Да, он занимался алхимией, да, он был алхимиком, но в какой-то момент он понял, что... Вот эта вот вся литература магическая, алхимическая, она не нужна ему, поскольку он действительно уверовал в Бога и передавал эту информацию о новых знаниях, о которых мы поговорим в следующем видеоматериале. И он пытался нам объяснить, что мы сделать должны, как мы сделать должны. И он попытался нас предостеречь вот от той ненужной информации, которая была у него. И чтобы вот эти книги, которые ценные были на тот момент, они бы и на сегодня оказались ценными, они не попали в наши руки. «Когда же огонь стал пожирать их, возникло столь сильное пламя, ярче, чем натуральный огонь, как если бы молния внезапно осветила дом, как если бы грянул взрыв». То есть он говорит еще о каком-то вот знамении, которое он увидел во время сгорания этих книг. И еще есть информация, здесь, конечно, тоже говорится о волшебных превращениях. Но он прямым текстом не мог говорить, возможно, еще перевод неточный. И понятно, что здесь речь тоже идет об эзотерике. «Итак, сын мой, чтобы ты не пострадал от поисков волшебных превращений, как лунных, так и солнечных, и чтобы ты не занялся поисками нержавеющих металлов в водных глубинах и сжег все запрещенные книги, пока они не превратились в пепел». Здесь он говорит о том, что алхимией не занимайтесь, поскольку это бесполезная наука. И он просит сжечь все ненужные книги, все, которые у нас остались. Поэтому, если мы верующие люди, мы должны эти книги сжечь, уничтожить, поскольку это те знания, которые запрещены текстами Священного Писания. Ну, на этом все. Я думаю, что, может быть, теперь цари-эзотерики снимут с себя корону и не будут гипнозом, и гимнатическими сеансами заниматься, и людей дурить. Я думаю, что каждый себя узнал. На этом все. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok